Время новостей на Абаза ТВ. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Это праздник до 2002 года. Это один из самых молодых государственных праздников в стране. День России отмечается с 1994 года. Для жителей России это особый день, символ национального единения. Президент Александр Анква поздравил президента Владимира Путина с Днем России. Не сомневаемся в прочности нашего стратегического союза, в уверенном динамичном развитии отношений, реализации достигнутых двусторонних договоренностей и укреплений духовных связей наших народов. Примите наши искренние пожелания доброго здоровья и успеха в вашей деятельности на благо российского народа и государства. Отмечается в частности в поздравлении Александра Анква. Спикер Народного собрания Парламента Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравления в адрес председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина, чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии Семена Григорьева. Уверен, что наш плодотворный межгосударственный политический диалог, реализация достигнутых договоренностей в социально-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах будут содействовать динамике двустороннего сотрудничества в интересах наших стран и народов. Отмечается в частности в поздравлении спикера Парламента Абхазии. В честь Дня России посольство Российской Федерации в Абхазии организовало в Сухуме торжественный прием. На это мероприятие было приглашено более сотни гостей. В числе главных президент Абхазии Александр Анкваб, спикер Парламента Валерий Бганба, премьер-министр Леонид Лакербая, представители политической и бизнес-элиты республики, творческая интеллигенция, духовенство Абхазии. После прозвучавших гимнов двух стран, посол России в Абхазии Семен Григорьев, поблагодарив всех присутствующих, подчеркнул, что за прошедшее время отношения стратегических союзников России и Абхазии заметно укрепились. Прошедший с июня 2012 год стал как для России, так и для Абхазии периодом сложных и ответственных политических испытаний, которые наши страны прошли с честью и достоинством. В России и Абхазии состоялись президентские и парламентские выборы. Сформированы органы исполнительной и законодательной власти, которым предстоит в течение ближайших 5-6 лет определять картину развития наших государств. Несомненно, важнейшим результатом этого стало создание в России и Абхазии стабильного и устойчивого политического климата, наличие которого является необходимым условием дальнейшего успешного государственного строительства. Сегодняшний праздник мы отмечаем в атмосфере твердой уверенности, в хорошем будущем братских, добрососедских отношений между Россией и Абхазией. За последние 8 месяцев состоялись три российско-абхазские встречи на высшем уровне, включая недавние переговоры президентов двух стран в Бочаровом ручье. Такая высокая интенсивность двусторонних контактов свойственна только для самых близких, стратегических союзников. Реализация достигнутых на этих встречах договоренностей о продолжении и наращивании всестороннего российского содействия Абхазии позволит в ближайшие годы добиться решения существующих пока в республике социально-экономических проблем. Одновременно вместе с партнерами будем укреплять безопасность Абхазии для того, чтобы ни у кого даже не возникло мысли о новых посекательствах на ее независимость. Хочу еще раз от имени руководства Российской Федерации, от коллектива посольства России, от себя лично поздравить всех присутствующих, а в вашем лице весь многонациональный народ Абхазии с нашим большим общим праздником – Днем России. К теме празднования Дня России в Абхазии мы вернемся еще в нашем выпуске, а пока к другим новостям. В Центральной избирательной комиссии зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Беслана Тиковича Будба кандидатам в депутаты Народного собрания по Члоускому избирательному округу номер 26. Ранее другая инициативная группа выдвинула кандидатам в депутаты Беслана Тарба. 7 июня на съезде Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» выдвинула кандидатуру Аполлона Шинкуба. Досрочные выборы в Члоуском избирательном округе состоятся 22 июня в связи со смертью депутата этого округа Тимура Логу. В МВД Абхазии прошел брифинг, на котором журналистам было сообщено о ходе расследования по факту побега из Дранского СИЗО троих особо опасных преступников, двое из которых, как мы уже сообщали, задержаны. Подробности в репортаже Дениса Кузьмина. Напомним, что 9 июня приблизительно в 21.30 из СИЗО Дранды был совершен побег тремя осужденными. Это Бачо и Бадри Хазалия, и Бедзина Хасия. Побег был совершен с применением холодного и огнестрельного оружия, в результате чего есть пострадавшие. Сотрудник СИЗО от удара ножом и двое гражданских лиц с огнестрельными ранениями, отобрав автомашину «Мерседес» у гражданина Михаила Сараева с угрозой применения огнестрельного оружия, сбежавшие направились по направлению села Гонохлеба, Галюрифского района, но по пути следования совершили ДТП, наехав на дерево. Бросив машину, преступники скрылись. МВД республики объявило план перехват. После того, как поступила первая информация о том, что в Дранском СИЗО был побег, и на волю вышли три преступника грузинской национальности, и на министр внутренних дел личный состав МВД был поднят по тревоге и был объявлен план перехвата. Министерство внутренних дел совместно с сотрудниками Службы государственной безопасности совместно начали проводить мероприятия по розыску и задержанию преступников. Первые мероприятия начали проводиться в Гулилипском районе, откуда и был совершен побег. Проводилась проческа территории, беседовали с гражданами, которые проживают в ближайших селах. В результате действия плана перехват 11 июня во второй половине дня совместными усилиями оперативных служб МВД и СГБ в селе Гонахлеба были задержаны Бачо Хазаля и Бедзина Хася, с которыми сейчас ведется следственная работа. На период выяснения всех обстоятельств побега задержанные будут содержаться в СИЗО МВД города Сухум. Третий преступник не найден, по нему ведется отдельная работа, проводятся мероприятия по его розыску и задержанию. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться ко всем гражданам республики, попросить о том, чтобы нас своевременно информировали о том, что мы разыскиваем преступника во избежание каких-то сложных ситуаций, мы будем быстро реагировать. Как сообщил замминистра внутренних дел Абхазии Алексей Ломя, у руководства МВД на данный момент сложились две версии побега. Побег был совершен благодаря, по одной версии, нерадивости и халатности дежурной смены, по второй версии, по сговору. Какая версия имеет место жить, покажет расследование. Проанализировав то, что произошло 9 июня, приблизительно 21.30, у руководства МВД есть мнение, что просто так выйти из СИЗО Дранда через центральный вход было невозможно. Та пропускная система, которая там существует, предполагает массу препонов, преград, и угрожать сотруднику и выйти оттуда невозможно. В пользу сговора говорит появившаяся накануне информация о том, что двое, один из которых в Бадре Хазале, обратились за помощью к жителям села Адзюбжа. Соответственно, у следствия есть все основания полагать, что у сбежавших был сообщник, который их ждал на выходе из СИЗО с оружием. В пользу этой версии говорит тот факт, что первые выстрелы прозвучали за территорией СИЗО. Высвечивается оружие, обрез. Скорее всего, четвертый сообщник ждал их на улице, потому что как только они вышли на улицу, начались выстрелы. Они пытались при помощи огнестрельного оружия, то бишь обреза, остановить машину, но не смогли. Нанесли огнестрельное ранение гражданским лицам, но они не починились, а остановились уехать. Далее, есть информация, что Бадрик Янурович Хазале еще с кем-то попросил помощи уже в селе Адзюбже. Соответственно, есть все основания полагать, что у них был сообщник, который ждал их на свободе с оружием. Три сотрудника дежурной службы СИЗО, несшие службу в день побега преступников, взяты под стражу. Один из них находится в больнице с ранением. Информация о проводимых в отношении них следственных мерах не разглашается. Денис Кузьмин, Рамо Камкия, Павел Кокаля, Абаза ТВ. Во вторник, 12 июня, суд города Сухум удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о продлении сроков содержания под стражей до шести месяцев обвиняемых Анзора Будба, Алхаса Хутаба, Рамзи Хашига и Муртаза Сакания. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Указанные лица обвиняются в совершении трех посягательств на жизнь Александра Анкваба в период с августа 2011 по 22 февраля 2012 года в составе банды, созданной Ардзенба Павлом Харитоновичем для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийстве при исполнении служебных полномочий Рамзи Цукба и Тенгиза Пандария. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в процессе расследования настоящего дела был возобновлен производством ряда уголовных дел, ранее приостановленных органами расследования за неустановлением лиц их совершивших. По двум фактам покушения на убийство Беслана Ардзенба. По факту диверсии, взрыва железнодорожного полотна, имевшего место 9 августа 2009 года в Сухуме. По факту покушения на убийство Кварацхелия, имевшего место 13 июля 2010 года. По факту убийства Цацория, имевшего место 5 июля 2011 года в поселке Бзыб Гагарского района. Указанные выше дела возобновлены производством в связи с установлением причастности к их совершению лиц, арестованных по уголовному делу по факту посягательства на жизнь Александра Анкваба, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. Российские пограничники отметили День России в Абхазии, организовав спортивно-семейные состязания на приз начальника управления. Офицеры перетягивали канат, стреляли из пневматического оружия, состязались в эстафете. И все это вместе с женами и детьми. Зрителями соревнований стали и наши корреспонденты. Репортаж Марьяны Котовой. Российские пограничники, как и вся их большая родина, сегодня отдыхали. Но как это бывает у военных, выходной прошел активно. Офицеры, прапорщики, их жены и дети собрались на республиканском стадионе, чтобы поучаствовать в соревнованиях на приз начальника пограничного управления России в Абхазии и понаблюдать за выступлением самых талантливых. У нас к спорту отношения самые добрые и самые хорошие. Поэтому либо спортивные мероприятия, приурочные не только таким, допустим, России, но другие, они приветствуются пограничному управлению. Они в спортивной борьбе померяли силами, еще раз утвердили свои мышцы железные, еще раз подтвердили свои готовности к выполнению тех задач, которые у нас возложила наша родина, Российская Федерация и правительство республики Абхазии. Пограничники разделились на команды и стали соревноваться отдел против отдела. Сначала военные продемонстрировали быстроту и выносливость в эстафете, затем перетягивали канат. В армрестлинге с невероятной быстротой и легкостью, уложив всех соперников буквально в считанные секунды, несмотря на изнуряющую жару, одержал победу прапорщик Вячеслав Холодов. Он занимался армрестлингом юности, участвовал в городских и районных соревнованиях у себя дома в Волгограде. Я некоторые правила знаю и саму технику, то, что по-своему у меня свои секреты, которые мне изначально показали. В этом мой конек. Пока взрослые мирились силами, поднимая пудовые гири, подрастающее поколение выясняло, кто из детей пограничников самый меткий. Пневматические пистолеты системы Макарова раздавали юным стрелкам под присмотром опытных тренеров, утверждающих, что девочки пользуются оружием не менее результативно, чем мальчики, которых стрелялки, по идее, должны привлекать куда больше. Пример тому – успех Алины Басуковой. Пять выстрелов – 20 очков. Мне нравится стрелять, потому что я попадаю хорошо, это приятно, что я попадаю. Мама, папа, я – дружная семья. Традиционное и самое почитаемое соревнование участников подобных мероприятий. А еще его любят дети, потому что здесь им удается покомандовать родителями. Самые младшие члены семьи были назначены капитанами. Мамам и папам пришлось попотеть, подчиняясь их указаниям. Более, что-то не слышно! Победители получили дипломы, медали и кубки. И, как это бывает на спортивных соревнованиях, заряд энергии позитива. Что, несомненно, им понадобится при исполнении служебных обязанностей вдали от родины. Марианна Котова, Турника, Мичба, Абаза ТВ. Шахматисты Абхазии примут участие в молодежном чемпионате Европы, который пройдет с 12 по 21 июня в городе Салоники, Греция. В составе абхазской команды шесть юных шахматистов. Это Сабина Барциц, Нурит Ванба, Даниэль Асатурян, Аслан Филия, Денис Арамедия и Леон Чкадуа. Наши шахматисты впервые участвуют в чемпионате Европы, но полные решимости выступить достойно, передает Абсный пресс. В рамках проходящей республиканской спартакяды среди школьников на спортивных площадках Абхазии проходят соревнования по различным видам спорта. В школе борьбы и бокса шла упорная борьба за лидерство. Кто стал лучшим среди борцов и боксеров в республике, узнаете из нашего сюжета. Репортаж Белой Кварчи. Шум, духота, громкие выкрики болельщиков. Такая атмосфера царила в зале, где шли поединки между боксерами. Несколько десятков спортсменов оспаривали первенство среди школьников Абхазии. На спартакяде были представлены все города и районы республики. Но очевидное преимущество было за сухумскими боксерами. В трех поединках, свидетелями которых мы стали, выиграли именно сухумские спортсмены. Фавориты считаются на сегодняшний день город Сухум. Сухумские боксеры. Гагра, Гулерипш, Гудаута и остальные. Если вот так по номерам говорить, то первое это Сухум. Второе сейчас у нас идет оспаривание между Гагрой и Гулерипшем. И Гудаута, скорее всего, на четвертом месте. Это спартакяда, девятая у абхазских спортсменов и третья, в которой принял участие Инал Лакашия. Инал занимается боксом уже пять лет. Он призер многих соревнований, в том числе и международных. На этот раз боксировал в финальном бою и выиграл. Его соперник, спортсмен из Гагры Радим Кардио, боролся упорно и с трудом согласился с таким результатом. С Божьей помощью нам удалось победить сегодня. И думаю, все будет хорошо в дальнейших соревнованиях. Мы все хорошие друзья очень, но на рынке, как говорят, нет друзей. Нервы не выдержали. Никакой обиды, после боя мы пожали руки и все, дружим дальше. По итогам соревнований в командном зачете победили спортсмены Сухума. Второе место заняли боксеры из Гулерипшского района, а Гагра вышла на третье место. В школе борьбы кипели не меньшие страсти. Спартакеада среди школьников Абхазии собрала лучших спортсменов страны, как опытных, так и подающих надежды. Джарнас Бения, тренер, воспитавший самого известного спортсмена страны Дениса Царгуша, строго и беспристрастно оценивал борцов. Спортсмены демонстрировали недюжинную силу духа и волю к победе. Наши ребята часто выезжают на соревнования, на пенсию России, на всякие международные турниры, где их мастерство растет. И сегодня здесь, как видели, борьбу показывают очень красивую. Спартакеада среди борцов проходила в 10 весовых категориях, от 42 до 100 килограммов. В ней принимали участие 60 человек. Команды представляли все районы Абхазии. Мастерство спортсменов обеспечило зрелищные, яркие поединки. К примеру, в Спартакеаде приняли участие такие известные спортсмены, как Осман Джугелия, который в прошлом году выиграл в чемпионате России среди кадетов, и Дамей Трапш, завоевавший на этих же соревнованиях третье место. Есть победители Южного федерального округа, международных, всесоюзных, всероссийских турниров. Пожелаем ребятам удачи. По словам тренеров, проведение Спартакеад – большой стимул для спортсменов. Она помогает определить лучших в стране. По итогам Спартакеады среди борцов лучшей командой в Абхазии стала команда Гудауты. Второе место занял Сухум, и Гагра вышла на третье место. В личном зачете в самой большой весовой категории победил Баджгур Хутапа из Гудауты, а в самой маленькой – 42 килограммов. Адгур Адлиба из Сухума. Была Кварчия, Торни Камичба, Валерия Агума, Абаза ТВ. В спортклубе «Алмаз» в рамках Спартакеады начались соревнования по борьбе дзюдо. В них принимают участие команды из семи регионов республики. Всего около 90 школьников. Как отмечают организаторы и тренеры, число участников с каждым годом только растет. И они показывают хорошие результаты. Тем временем в республиканской спортшколе начались соревнования по национальным играм. Толкание камня, метание посоха, прыжки в высоту с места и лазание по шесту. Финальные игры по борьбе дзюдо и национальным играм пройдут в среду. Для популяризации и развития национальных видов спорта мы включили в программу Спартакеаду абхазские национальные виды. Как обязательный вид спорта во всех районах тоже включены в программу Спартакеаду школьников. Они провели у себя. Там укомплектованы спорные команды и сейчас принимают участие в финале. Сейчас о погоде в Сухуми. По сообщениям синоптиков, 13 июня в столице ожидается ясная погода. Температура воздуха днем 30, ночью 20 градусов. Морская вода даже 23 градуса. Подробный прогноз погоды по республике после небольшой рекламы. Это вся информация. К этому часу следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова